За неделю до Пасхи Православная Церковь отмечает торжество Входа Господней в Иерусалим, один из 12 главных праздников, который называют также Вербным Воскресением. Этот день предваряет Страстную Седмицу. Патриарх Московский в Сеяруси Кирилл совершил в праздник Входа Господней в Иерусалим Божественную Литургию в Храме Христа Спасителя. Вход Господень в Иерусалим – одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа, описанная в Евангелии. Торжественное прибытие Спасителя в Святой Град – праздник, известный у нас как Вербное Воскресенье, установлен в память о том дне, когда Христос верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел Ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди встречали Его как царя, снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Спаситель, приветствовали возгласами Ассанна. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря. В проповеди, обращенной к пастве, патриарх напомнил, что прежде всего от Христа иудеи ждали помощи в решении своих политических и личных задач, и сегодня от Церкви порой ждут того же. По словам предстоятеля, Церковь следует к примеру Христа. Не ее дело обслуживать всеиминутные политические требования, сказал патриарх. Наше дело совсем не другое. Не это мучит нас и апостол Павел, который говорит, что мир Божий превыше всяческого, всякого человеческого разума. Церковь служит тем целям, которые дают людям полноту жизни, как здесь на земле, так и в вечности. Далее он образно обрисовал, что может произойти с Церковью, если она начнет обслуживать политические интересы, идеологические моды и пристрастия. Она сходь с того кроткого молодого осла, на котором ехал спаситель, и пытается взобраться на огонь победителя, на котором римские правитые уфаты, возвращающиеся в победу, гордо усидали, показывая свою человеческую силу. По словам патриарха, праздник входа Господня в Иерусалим помогает многое понять, и в том числе, чем должна быть Церковь для народа. Именно на это сохранение Божественного разума в нашем разуме и в наших сердцах и должно быть направлено служение Церкви и служение каждого человека, который искренне и по убеждению, и по вере принимает Господа и Спасителя, смиренно вошедшего Господа, принявшего им порождение как человеку и крест без смерти, и воскресший в третий день прописание, свидетельствующий о великой силе Божией. В этот праздничный день патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Порфирия Приднюкава, епископа Лицкого и Сморгонского Белорусской Православной Церкви. Святейший Владыка поздравил ключеря кафедрального соборного храма протерея Михаила Рязанцева с 60-летием со дня рождения. Вербным воскресеньем заканчиваются 40 дней Великого Поста, но вместе с тем торжество входа в Иерусалим и предвестие страданий Иисуса. Вскоре он будет распят, поэтому на Страстной неделе благочестивые христиане продолжают поститься и молиться, еще более усердно готовясь к главному православному празднику – Воскресению Христову.